По просьбе Лизы, Ирина и маленький Олежка улетают домой в Киев. Гера, уязвленный очередной выходкой Стасе, а также радуясь возможностью утопить шефа, рассказывает Татьяне о похождениях ее отца и о намерении Соболя купить квартиру Анастасии. Боб страдает от разлуки с Никой. В знак протеста он уходит из дома. Шматов-старший объявляет его в розыск. Доброе утро, мам. Доброе утро. А где папа? Уехал ни свет, ни заря. Да? Жаль. Я вчера такого и не поймала. Хотела с ним поговорить, а думала, сегодня утром смогу хоть. У него какая-то очень важная встреча, он очень торопился, выскочил, даже позавтракать не успел. Мам, тебе не кажется, что в последнее время у папы слишком много дел? Просто ты знаешь, он очень изменился. Какой-то замкнутый, раздражительный. Он сказал, что у него очень сложный период, много проблем на работе, вот он и нервничает. Но проблемы, проблемы всегда были. Ты думаешь, дело только в этом? А что ты хочешь сказать? Ты что, думаешь, у него кто-то есть? Таня, почему ты завела этот разговор? Тебе что-то известно? Не ждал, что ты сам придешь ко мне. Раньше для решения всех вопросов хватало гиры. Это неправильно. Мне кажется, в деле, где замешаны крупные суммы, увы, посредникам не место. Ну, до сих пор тебе-то не смущало. Что же изменилось теперь? Изменения есть. Дело в том, что мне понадобились деньги, отданные в кредит вашей фирме. Пожалуйста. Хорошо, я готов вернуть кредит в течение месяца. Нет, нет, вы не поняли, Павел Андреевич. Деньги мне нужны сейчас. А по условиям договора, кредит должен быть выплачен по первому требованию. Но это невозможно. Все деньги вложены в дело. Их нельзя вернуть. Мгновенно, по шучему велению. Я понимаю, но я не собираюсь опускать выгодную сделку, Павел Андреевич. Есть договор и есть обязательства. И помните, бизнесмен, который не выполняет свои обязательства, теряет доверие партнеров. А в ювелирном бизнесе это как приговор. Вы согласны? Это шантаж. Это бизнес. Я дал вам деньги. Когда они нужны были вам, теперь они нужны мне. Ну, хорошо. До завтра. До завтра я подожду. Давай, проходи. Садись. Ты че такой? Что-то случилось? Да проблемы у меня, братан, проблемы. Нужна моя помощь? Не нужна была бы, не пришел. Давай, выкладывай. Короче, хреново все. Я вот понимаю, что это все сейчас глупо, но вот... Короче, вот эти деньги, которые я тебе дал, ты мне должен их вернуть. Ну, конечно, я верну, но и постараюсь побыстрее, Кири. Нет, братиш, ты не понимаешь, мне деньги нужны сегодня вечером. Слав. Слав так не делается. Но у меня ее физически нет. Я все удален за лечение Лизы и... Боль... Ну, все, что ты мне одолжил. Че, забрать никак нельзя? Да нет, конечно. Ну, как я могу это сделать? Все, короче. Почему так срочно? Плясался Кири, короче. Все, отопился от стряка затупая. Отбегался. Пусть ему земля будет пухом. Да ладно, не грузись. Как тебе объяснить-то? И запчика я, короче, эти деньги взял. И надо сегодня к вечеру отдать. Если не отдам, грохнут меня, короче. Подожди. Я думал, ты завязал с этими делами. Да я тоже так думал, что я завязал. Завязал. Короче, долгая эта история, короче, все. Я не знаю, что делать. Ну, я просто не знаю, где мне найти такую сумму за один день. Слушай, зато я знаю. Ты же ведь, да, у меня вот такая мысль сейчас, понимаешь, со страху пришла. Ты же ведь охранником в ювелирке работаешь, да? Работа и что? Так а то, что тебе же этот магазин вынести, как два пальца об асфальт. Давай, может, это... А потом долг отдашь и на себя еще останется. А? Вызывали, товарищ полковник. Проходи. Есть одно дело, которое я могу поручить только тебе. Что-то серьезное? Шматова знаешь? Это... Да-да, тот самый. У него сын пропал. Ну, может, сбежал или что-то такое, но... Я хочу, чтобы этим делом занимался мой лучший сотрудник. Алексей Иванович, у меня дел по горло, поверьте. У меня два убийства нераскрытых. А я буду мальчишку какого-то искать. Никакого-то. А Бориса Шматова. Вот фотографии. Разошли по всем районам. Я хочу, чтобы она была у каждого участкового. Понятно? Да понятно-то понятно только. К чему такая суета? Пацан сбежал от папаши-тирана. Понятно, дело молодое. Он гуляется, вернется. А мне людей от серьезных дел отвлекают. Лукин, я тебя сюда не рассуждать позвал. Задание понятно? Понятно. Выполняй. О результатах докладывать лично мне. Все свободен. Ну что, приступим? Готова? Готова. Вперед. Только у меня уже от этих игреков и иксов в глазах рябит. Ну ничего. Еще чуть-чуть помучаешься, вот. И все. Будешь чувствовать зато себя свободным человеком потом. Скорее бы. Скорее бы. Давай-давай. Поскорее бы. А то формула снятся уже. Хватит ныть уже. Я не ныну. Что там? Интеграция. Четвертая степень. Да-да-да. Косинус. Где? Ну... У меня, между прочим, для тебя сюрприз есть. Какой? Какой-какой. И условия есть. Вначале решишь правильно все задачи. Угу. А тогда я тебе сюрпризи отдам. Я согласна. Вперед. В четвертой степени. Ты че? Совсем обалдел мне такое предлагать. Я тебя человеком считал. А ты меня под статью подвести хочешь? Ладно, ладно. Митя, ну не кипятись ты. Я ж тоже узнал, что беда у тебя. Помочь хотел. Помог, блин. Хотел, как лучше получилось, как всегда. Я откуда знал, что все так обернется? Если бы я знал, что откуда эти деньги, я бы никогда их не взял. Херия. Фу, я вон тебе расплачиваюсь за доброту свою душевную. Митяй, ну помоги, ну. Ты не всасываешь, что ли, что они потом счетчик включат, если я завтра не отдам. Ну, меня включат, а потом тебя туда припишут. А припишут так, что через неделю, знаешь, сколько натикают? Ну, одного олигарха, столько денег нету. Потом поминай, как звали. Погоди. Да и подумай, ты мне эти деньги взять. Хрена тут думать. Хрена тут думать. Я тебе верняк предлагаю, отломаешься, как девочка-малолеточка. Да ты пока думать будешь, мозги в кучу собирай. У тебя что, деньги из воздуха что ли появятся? Ты сказал нет. Все как знаешь, короче. Позвони мне к вечеру. Думаю, что я найду эти деньги. Думаю, найду. Ну, почему сразу кто-то есть? Я вовсе не это имела в виду. А что же тогда? Такие подтексты я поняла тебя именно в этом смысле. Папа ничего не говорит. Но я чувствую, ему очень нужна наша поддержка. Особенно твоя. Ну, вспомни, когда ты в последний раз интересовалась его делами? Ну, с тех пор, как он мне сказал, чтобы я не лезла в его дела ни разу. Вы очень отдалились друг от друга. Не знаю, может, наверное, вам нужно больше времени проводить вместе. Может, куда-нибудь уходить. А что, если вам вдвоем куда-нибудь уехать отдохнуть, а, мам? Да, он не захочет. Ну, почему? Ну, не отказывайся так сразу. Ну, можно же сделать так, чтобы он захотел. Ну, прояви немножечко ласки, заботы, внимания. Он обязательно, обязательно согласится. Откуда ты взялась, такая мудрая? Из Парижа. Мам, вообще-то ты меня родила уже 25 лет назад. Ой-ой-ой. Да. Я хочу, я очень хочу, чтобы ты подумала над тем, что я говорю. Я сейчас поеду к папе в офис, мне очень надо с ним переговорить. И скоро вернусь. Хорошо. Побудьте. Помню еще. Пока. Пока. Это значит, все, как и предполагалось. Отработанная схема, проверенная опытом. Я знал, что этот кредит уйдет мне боком. Все это гера. И его делишки. И с ним меня попросту подставили. Простите, но ваши внутренние разборки меня не касаются. Ну, чего же. Я думаю, без вашей семейки тут не обошлось. Уважаемый Павел Андреевич, я пришел к вам решать возникшую проблему. А не выслушивайте выпады в адрес моей семьи. Герой. Георгий неспроста настаивал на том, чтобы взять кредит именно у тебя. А потом действовал безмолвовленным. Повторяю, все это только ваше домослое. Георгий Санников, ваш зам, значит, действовал от вашего имени и с вашего согласия. Если вы недовольны, как он ведет дела, предъявляйте претензии ему. Ну, с ним я еще разберусь. И все-таки я хотел вернуться к главному вопросу. Я смогу получить деньги в срок? Буду тебе твои деньги. В срок. Так. Ну. Ну, что ж. Ну, тут ты уверена, да? Да. Я проверила. Умница. Ну, так, а тут? И тут правильно. И тут правильно, да? Я проверила. А здесь? И здесь. И здесь проверила? Да. Нет, ну подожди, там. А тут? Надь. Ну, сейчас проверим, подожди, подожди. Ну, я тут. Ну, молодец, что я могу сказать. Нет, подожди. Здесь правильно, да? А что? Я спрашиваю. Мне кажется, правильно. Умница. Ну, правильно же. Так. Ну, что я могу сказать? Ну, так, не считая. Маленьких помарочек. Все правильно. Подожди. А там? И здесь правильно. И здесь, Настя, тоже правильно. Давай. Ну, что, что? Заслужила. Давай, давай, я даже глаза закрою. Скорее, скорее, скорее. У меня не терпится. На. Ой. Ой, а что это такое? Подарок твоего приятеля. Боба! Боба! Ой. Надя, а как ты его нашла? Я его нашла. Это он меня нашел. Ух ты. Очень целеустремленный парень. Знает, чего хочет и, по всей видимости, добивается. Ну, что я могу сказать? Не упусти. Не упущу. Угу. Ладненько, мне пора. Ты сиди тут, рассматривай свой подарок. Надя, Надя, спасибо тебе большое. Ты просто прелесть. Да ладно, мне не трудно. Ну, пока. До завтра. Как же, как же работает штука. Привет. Да не переживай, Роман Викторович. Найдем у твоего оболпуса. Он ведь не иголка. А мои ребята, если понадобятся, иголки в стогу сено отыщут. Да ты настораживайся. Столько времени прошло. А никакой информации. Я прощал-то дело своему лучшему сотруднику. От него еще никто не уходил. Он, конечно, не подарок, но дело свое знает туго. Москву на уши поднимет. А сына твоего найдет. Лукин, зайди ко мне. Привет. Боб, ты где? Ты как? Сижу у тебя во дворе. А что ты там делаешь? Жду, когда тебя выпустят. Долго ждать придется. У меня тут вообще тюрьма. Ничего, прорвемся. Боб. Боб. Боб, ты меня слышишь? Боб. Черт. Боб. Боб, эй, ты где? Я здесь. А почему ты не отвечаешь? Слушаю твой голос. Дурак. Ну пугал же. Ты мне лучше скажи, зачем ты из дома ушел? А ты откуда знаешь? К нам приходили твой отец и твой брат. Спрашивали, знали я, где ты прячешься. Вроде волнуются за тебя. Ничего, пусть поволнуются, им полезно. Можно? А, Митя, заходи. Редко тебя вижу, а жаль. Здравствуйте, Павел Андреевич. Как работает у нас? Да, все хорошо. Ты так зашел или по делу? Ну, вообще-то по делу. Помните, вы говорили мне, что если у меня возникнет необходимость, то я смогу обратиться к вам за помощью. Конечно, я от своих слов не отказываюсь. Чем смогу, помогу. Понимаете, я занял деньги на лечение Лизы у одного своего знакомого. А теперь он просит отдать долг, иначе у него самого будут большие проблемы. Да, знакомая ситуация. Вы знаете, у меня просто обратиться больше некому. дайте мне, пожалуйста, эти деньги. Вы же знаете, я верно. К сожалению, у меня сейчас с деньгами крайне напряжённые. Я сам нахожусь в таком положении, что вынужден просить в долг. Так что, извините, я хотел бы помочь, но не могу. Таня? Проходи, Герочка. Проходи, пожалуйста. Присаживайся. Спасибо. Чай, кофе? Нет, 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 спасибо. Я ненадолго. А Таня дома? Танечки нет, она поехала к отцу в офис. Жаль. Тогда, наверное, я тоже поеду. Герочка, подожди. Я хотела спросить тебя, как заместителя Павла Андреевича. Скажи, пожалуйста, что у вас там происходит? Может быть, с ним или какие-то неприятности на работе? Ну, Любовь Александровна, наверное, вам лучше у него самого спросить. А то как-то неудобно получается за глаза, такие беседы. Да в том-то и дело, что мне он ничего не говорит. Вот я и подумала, может быть, ты мне поможешь прояснить ситуацию. Да вы не мучите себя. Если бы действительно было что-то серьёзное, то Павел Андреевич, я думаю, не стал бы от вас ничего скрывать. Гер, мне кажется, ты меня утешаешь. А я хотела бы знать правду. Тогда вам нужно поискать в его кабинете. В его бумагах. И что я должна там найти? Не знаю. Может быть, и ту правду, которую вы хотите знать. Вот, значит, как. Оказывается, у тебя материальные проблемы? Я, кажется, знаю, на что тебе понадобились деньги. О чем ты говоришь? Что ты можешь знать? Больше, чем тебе хотелось бы. Я не могу верить тому, что я узнала. О чем ты, Таня? Вот никогда не буду понимать. Подумала, что моя дочь собирается прийти к нам. Представь себе. Я тоже никогда не могла подумать, что мой отец... Давай, поговорим не здесь. Павел Андреевич, я пойду. Мы уже по всему поговорили. Всего доброго. Митя, постой. Я найду деньги. Поехали со мной. Всего доброго. Поехали, поехали. А мы, папа, еще закончим наш разговор. У меня к тебе масса вопросов. О чем вы хотели со мной поговорить? Что-то беспокоит? Да, мне не нравится мое состояние, доктор. Что конкретно? Если головокружение, тошнота, упадок сил, это обычное явление при химиотерапии? Нет, я не это имела в виду. А что же? Доктор, скажите мне объективно, честно, каковы мои шансы? Шансы есть. Но кроме объективных показателей, нужна еще ваша вера в успех. Трудно вылечить человека, который этого не хочет. Да, вы не первый, кто говорит мне об этом. Но вы не знаете, как это тяжело верить в хорошее, когда тебе так плохо. Тем не менее, лечение идет. Переливание крови должно дать хороший результат. Мы на это очень рассчитываем. Да-да, я знаю. Скажите, муж уже связался с вашими родственниками? Зачем? Более подходящим донором для вас может быть кто-то из ваших родственников. Ужели муж вам об этом не говорил? Нет, я об этом ничего не знаю. Буб, я так рада тебя слышать. Если б можно было тебя еще и увидеть. А давай завтра встретимся. Ты с ума сошел? Меня даже на балкон одну не выпускают. Как ты себе это представляешь? Ну, придумай что-нибудь. Скажи, что тебе куда-нибудь надо. Нет, мне ни за что не поверят. Придумай что-нибудь убедительное. Скажи, что тебе надо в институт. В Бамонке забрать документы. Боб, ты гений. Ты гений, Боб. Нет, не гений. Боб, если мама со мной пойдет, она нам не даст пообщаться. Ник, твоя задача дойти до института. А дальше уже я сам все решу. Что ты придумал? Сейчас все брошу и тебе расскажу. Там все оказалось проще, чем я думал. Гущин такой дурачок. Поверил каждому моему слову. Ну и что, обещал найти деньги? Сейчас небось он бегает по всему городу со взмылиным тузом. Пускай бегает. Гера ему денег не даст. Соболь в просаде. Идти ему некуда. Так что, если предположить, что он где-то найдет денег, то это не имеет никакого значения абсолютно. Ну откуда же такая уверенность? Анатолий Романович, а? Оттуда, Киря? Ты же всегда можешь сказать, что никаких денег от него не брал. Верно? Не-не-не-не-не-не-не-не. Я же свое дело сделал, чувачка на бабки развел, правильно? Правильно. Ну теперь ваша забота. Ну давайте теперь между нами все кончено, разойдемся полюбовно. Никуда ты не свалишь. Дело не закончено. И сегодня ночью ты пойдешь брать магазин. Осторожно. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Давайте вот не надо. Я не собираюсь, это же все ваши дела, я не собираюсь за чужие грехи лямку тянуть. По второму разу, а? Ошибаешься, фраер. А вот это твой единственный шанс избежать тюрьмы. Понимаешь? Ну мы же ведь так не договаривались. А мы ни о чем не договаривались. Тебе сказано делать, ты делай. Сделаешь, валяй на все четыре стороны, понял? Понял. Пока тебя не было, Тарас несколько раз звонил. Ну, сначала спрашивал про наши тела, потом интересовался, когда ты вернешься. Ой, Иришенька, что ты за стрекоза? Такому серьезному парню голову заморачиваешь. Мамочка, перестань, а? Ну, пожалуйста. Я уже перестала, просто я не понимаю, что тебе нужно. Вот и не надо понимать. Я с тобой хочу посоветоваться, например. Ну, это запросто. Я тут, понимаешь, в Москве познакомилась с одним человеком. Очень хорошим человеком. Он, между прочим, Митин друг. Это именно он нашел Мите деньги. Ну, если деньги нашел Мите, то правда хороший друг. Ты знаешь, он мне понравился, но... Ну, что-то с ним не так. Такое ощущение, что... Что-то он скрывает. В общем, что-то меня гложет. Не знаю, как быть. Ну, если ты в нем сомневаешься, то выброси его из головы. А если я не права? Ну, тогда проверяй его. Ладно. Ладно, с этим потом разберемся. Сейчас нужно кое-что про Лизу решить. Давай говори. В общем, Лиза будет делать переливание крови. А мы с тобой ее кровные родственники. То есть у нас есть большие шансы стать донорами. Главное, чтобы кровь подошла. Нужно идти в больницу и сдавать кровь на анализ. Да. Лиза, Лизонька. Ну, Лизонька, ну, успокойся, прошу тебя. Я не могу. Мне так плохо. Ну, что случилось? Ну, объясни мне, ну, что тебя так беспокоит, Лиза? Я не понимаю, почему меня Митя так обманывает. Ну, что за глупости? С чего ты взяла? Моими донорами могут стать тетя Юля или Ирка. Ну, почему он скрыл это от меня? И ты что, усмотрела в этом злой умысел? Ну, не сказал сейчас, ну, сказал бы позже. Нет, я не понимаю, почему надо скрывать это от меня, а? Я не знаю. Мне он сказал. Как? Как? И вы молчали? Вы молчали. Вы же знаете, как это важно для меня. Ну, он просил пока не говорить тебе. Нет, я не понимаю. Я ничего не понимаю, Екатерина Васильевна. Нет, может быть, он не хочет, чтобы я выздоровела? Так, Лиза, если бы ты не была сейчас больна, мне бы не было жалко тебя. Я бы тебя отшлепала. Простите. Бабуль, бабушка, смотри, кого я тебе привела. Здравствуйте, Тамара Сергеевна. Здравствуйте, Митя. Митя, мальчик мой, здравствуй. Здравствуйте. Как же я давно тебя не видела, а? А почему ты к нам никогда не заходишь, Митя? Да все, некогда. Мотаюсь целыми днями, работа, семья, дом. Бабушка. Что? Нам, нам очень нужна твоя помощь. Господи, пожалуйста, чем я могу помочь молодым и умным? Ну, ты же знаешь, ну, чего не хватает всегда молодым и умным? Не знаю, чего не хватает. Денег. Ах, денег. Мабуль, Мабуль, ты прости, но я знаю, что у тебя есть свои сбережения. Ты не могла бы одолжить Мите. Пожалуйста. Помнишь, я бы говорила тебе, что... А, да, 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 я все, все, все знаю. Да, да, все, я помню. Бедная девочка. За что это ей? Так, сколько? Ну, пять тысяч зеленых. Да, проходите, садитесь. если бы не Лиза, я бы никогда не воспринялся. Не надо, не надо, не оправдывайся и не уговаривай. Идите, садитесь. Мы прекрасно знаем, зачем мы их копим и куда мы их потом тратим. Вот, кажется, это сейчас будет у меня та сумма. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот, кажется, вот эта вот, она будет вот эта вот сумма точно. Держи. Я надеюсь, что они тебе помогут. спасибо вам огромное. Вы даже не можете представить себе, как я вам благодарен. Я отдам, как только с вами. Не надо, не надо, не надо, успокойся. Я тебя с отдачей не тороплю, запомни. Спасибо вам еще раз. Ну что, мне пора. Еще сегодня столько дела, а вечером дежурство. Митя, ну ты не задержишься на минутку. У бабушки в гостях побывал. Может, посмотришь, как я живу. А чуть действительно посмотри, как Татьяна живет. Хорошо. Посмотри. Ну что, пойдем? Да. Спасибо вам огромное. Храните обох, Митя. Лиза, да Митя готов наизнанку вывернуться ради тебя. Он не говорит мне правду. Это самое главное. Но я уверена, он хотел как лучше. Я уже ни в чем не уверена. Скрыл одно, значит, может скрыть что-то еще. Ну что, например? Откуда я знаю, где он сейчас и с кем? Вот что, Лиза, не говори того, о чем потом можешь пожалеть. Митя этого не заслужил. Я заслужила, что мне не говорят правду. Ну, может быть, он хотел дождаться результата анализов. А если бы кровь Ирины или ее мама не подошла, что тогда? Иришенька, ну что ты за человек? Нужно срочно бежать в поликлинику, а ты мне голову морочишь своими женихами. Мамочка, ну у меня от всех этих событий голова кругом пошла. Я вообще не понимаю, как у нас с папой могла появиться такая несерьезная дочь. Мамочка, ну я тебя люблю же, ты знаешь. Так, а чего я сижу как клуша? Нужно, знаешь что? Надо позвонить папе срочно. Нет. Ты сначала узнай, в какой поликлинике сдают эти анализы. Таня, на. Вот железный у вас хватка, Анатолий Романович. Вы случайно не из мусорков будете, а? Нет. Но встречу могу тебе организовать. Ну знаешь, полковник Санаев полюбил тебя. Скучает как-то. Да что уговорить? Ну ладно, уговорили. Знаю. Что меня полюбил ваш Санаев. Только откуда вот я знаю, что вы меня не кинете? Ну тебе придется поверить на слово. Да? Вот чтобы я чувствовал себя вообще уверенно, мне очень надо получить половину денег сейчас. Или у вас планы не входило мне вообще платить? А? Ладно, получишь. Ради общего дела. На, держи. Только помни, следить за тобой будут. Так что не вздумай выкинуть что-нибудь. Что ж, я дурак, что ли? Вы банкуете, я работаю. Надеюсь. Ладно, верю. Так, а вот эта вещица подороже твоих денег будет. Только это подарок. Не тебе, а Мите Гущину. Мите Гущину. Мите Гущину. Ты спрячься там в каком-нибудь местечке, так, чтобы он не нашел, а менты нашли. Ты понял? Не менты, а мусора. Понял? Не дурак, Анатолий Романович. Ну все, ты моя. Сплошные цифры. Может быть, в ящиках посмотреть, может, там что-то есть. Да нет, вряд ли. Сплошные цифры и сплошные отчеты. А это еще что такое? А можно я? Это договор на покупку квартиры. Я даже не предполагал, что Павел Андреевич интересуется недвижимостью. Вот, собственно говоря, здесь я и живу. А у тебя, как всегда, уютно. Да? Я же, когда уехала, Ника подросла. Теперь это ее комната. Представляешь? Я вернулась, и теперь получается, что я у нее квартирую. Здорово. Смотри. Неплохой квартирант. Хорошо платит. Собственно, моя младшая сестра, Ника. Здравствуйте, Вероника. Ну, здорово. А я вас хорошо помню. Правда, вы были еще совсем маленькой. Слушайте, а вы похожи. Да? Да, ты, правда, на маму, а вы на Павла Андреевича. А, ну, если так. А я вас совсем не помню. Митя Гущин. Только по фотографии узнала. Ну, и наделали вы у нас шуму. Ник. Подождите, какого шума? Вы о чем, девчонки? А, да вы меня не слушайте. Я вообще всякий бред в последнее время несу. Вот, готовлюсь к экзаменам, так что голова квадратная стала. Ника хотела сказать, что просто, Митя, ты так внезапно у нас появился, у нас разговоров на несколько вечеров хватило. Да, и на несколько ночей. Понятно. Да. Да, и всего несколько дней в Москве уже столько людям доставил хлопот. Прямо самому неудобно. Да ладно тебе, мистер проблем. Да, там, где я, не проблем. Давайте решим еще одну проблему, ребят. Давайте вместе попьем чай, а? Вишневое варенье из бабушкиных запасов, Ник. О, я пас. Я, к сожалению, тоже пас. Ну, давайте в следующий раз, девчонки. Таня же, правда, очень много дел. Ну, ладно тебе. Ну, ладно. Я тебя провожу. Ну что, до свидания, Вероника Павловна. Адеос, амигос. И дверь закрой. Что здесь происходит? Да нет, это я хочу знать, что здесь происходит. Я требую, наконец, чтобы ты мне объяснил. Люба, ты можешь сформулировать свой вопрос более конкретно, а то я не понимаю. Да не притворяйся, все ты прекрасно понимаешь. Или ты думал, что я не узнаю. О чем? О квартире, которую ты покупаешь. Интересно, кому? Люба, что ты несешь? Я не понимаю, о какой квартире ты говоришь. Вот об этой. Николь, давай чаю попьем. С сахаром? Да. Горячий. Да, подожди немножко. А мне твой Митя понравился. Да? Я его до этого только на фотографии видела. Но я его себе таким и представляла. ты была в него влюблена? Ой, сестренка, знаешь, как я обо всем об этом жалею уже? Не о том, что влюбилась, а потому что сама же все и разрушила. Виновата не мама с папой, а я. Я одна виновата. Ты тоже не виновата. Да нет, Ник, я струсила. Теперь-то уже точно стало ясно, что я просто струсила. Просто испугалась, что не смогу всего этого выдержать. А я даже не попыталась. А что бы ты сделала? я могла отказаться ехать в Париж. Я могла остаться с Митей. Я могла бы не испугаться дружить с парнем, который сидит в колонии, а потом выйти за него замуж. Танька, ты же мучаешься от того, что любила и отказалась от своей любви. А зачем ты меня осуждаешь, когда я так рвусь к Богу? Какого черта ты рылась в моих бумагах? А мне надоели твои вечные секреты. Я всегда и обо всем узнаю последний, то не от тебя. И в конце концов, я хочу знать наконец, что происходит в моей жизни. Ну, что ты поняла, покопавшись в моем рабочем столе? И вообще, как ты попала в офис? А для кого эта квартира? Я купил ее для дочери. Я хотел сделать Тане сюрприз. Ой, господи, какая наглая ложь. Я ответил на твой вопрос. Веришь ты мне или не веришь это уже твое дело. И все-таки кто пустил тебя в офисе и в мой кабинет? Ну, допустим, ты сказал правду, но я тебе все равно не верю. И знай, что с этого момента я буду контролировать каждый твой шаг. твой 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 lam